Пешеходный мост в Полоцке через реку Полоту признали аварийным и закрыли для пешеходов. Но это не остановило людей. Кто-то проделал дыры в заграждениях и снова открыл короткий путь от микрорайона Аэродром до центра города. Люди идут по сгнившим доскам. Несмотря на опасность, мост возвышается на 10 метров от земли. Что же заставляет население рисковать собственной жизнью, интересовалась Анастасия Бут. Пешеходный мост у стен Софийского собора. Излюбленное место горожан и туристов. В день по нему проходят несколько сотен человек. Несмотря на то, что две недели назад мост признали аварийным и закрыли на реконструкцию. Третий раз уже проезжаем. Ломают. Все по-новому и по-новому. Досок в Настиле не хватает в нескольких местах. Самая большая дыра более метра. Настоящий экстрим по пути с окраины в центр древнего полоска. Дорога, которая может сократить не только время, но и жизнь. Эти 100 метров, а именно такой длинный мост, преодолевают как полосу препятствий. А в качестве победного трофея получают лишних 45 минут. Из микрорайона аэропорт к Софийскому собору напрямик всего четверть часа. Им пользовались довольно часто. Но как-то не замечали, что он в таком настолько аварийном состоянии. Но вот сейчас пришла тоже прогуляться и никак уже. Дорожка не очень. Приходится перепрыгивать. Ближе скатить можно. Были вот решетки, но кто-то их порезал, чтобы ходить с людьми за полосе. Им проще. Значит, пускай отремонтируют. Или вообще его уберут отсюда. Потому что люди-то опасно ходить. Извините, пожалуйста. Так и вам же опасно. Да, но мы рискуем с твоей жизнью, а не чьей-то. Запрещающие таблички у моста восстанавливают в третий раз. А проход заваривают металлическими полосами. Отломают их или нет до начала реконструкции? Большой вопрос. Мы объявили процедуры по закупке материалов, необходимых для его ремонта. После приобретения, это будет где-то первая декада июля, мы приступим уже к работам по его восстановлению, приведению в нормальное техническое состояние. Реконструкция обойдется бюджету города минимум в 4000 рублей. Завершить ремонт обещают до конца июля. А пока желающим сократить путь более или менее безопасно, приходится переходить реку Полоту вброд. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область.